Максим, я-то вас знаю по телевидению, лично с вами не знаком. Скажите, пожалуйста, что вас привело в шахматы? Вообще, вы играете? Нет, не играю. То есть, совершенно не играете? Нет, я знаю, как ходят фигуры, я очень внимательно слежу за шахматами. Как болельщик? То есть, вы, наконец-то, единственный, может быть, уникальный человек, который может реально оценить вот эту ситуацию. Когда, объясняю какую, когда есть там, скажем, ну, 10, 20, 30 тысяч реальных шахматистов, которые обсчитываются рейтингом ЭЛО, и есть, так сказать, 10 или 20 миллионов людей, таких, как вы или я. Если нас есть 10 или 20 миллионов, это очень хорошо. Потому что я в этом, к сожалению, не уверен, но это было бы здорово, если бы это было так. Но в шахматы играют все, и вы тоже, наверное, где-нибудь на пляже. Так это и есть люди. На счет того, чтобы действительно болеть и внимательно следить за игрой, подозреваю, все-таки нас несколько меньше. Хотелось бы, чтобы было больше. Вы хотите сказать, что за футболом следят больше, чем за шахматами? Я не имею в виду табличку. Ну, это не смыслно сравнивать шахматы с футболом. Я бы скорее сказал о том, что за шахматами сегодня следит гораздо меньше людей, чем лет, это, так, 40 назад. И вот это, скорее, грустно. Ну, я могу привести вот такую, самую простенькую статистику. Вы заходите в Яндекс или в другую поисковую систему, набираете слово «шахматы» и набираете слово «футбол». Так вот, футбол, несмотря на то, что, так сказать, там капиталовложение гигантский, ну, понятно, да, и шахматы, которые, в общем-то, держатся на любителей, частота упоминаний всего лишь 1 к 7. Я никак не думаю, что вложение в футбол лишь в 7 раз больше, чем в шахматы. Есть еще такие моменты, что все-таки я, как профессиональный маркетолог, скажу, что целевая аудитория интернета вообще, людей, которые пишут в интернете, она достаточно специфична и полную картину не отражает. Все-таки это люди, которые владеют языком, умеют писать и так далее, что немножко отличает их от значительного количества любителей футбола. Ну, я вам тогда приведу классический пример. Как известно, мама Юрия Деточкина болела, сейчас точно не скажу, то ли за Корчного, то ли за Таля, потом это вроде как бы менялось там. Сначала она болела за одного, потом за другого. Ну, то есть, мама Юрия Деточкина никак не была в интернете. Я о том и говорю, что это как раз те времена, когда шахматы были действительно массовым видом спорта. Причем не в том смысле, что в них массово играли, а в том смысле, что они были массово в сознании. Действительно, тогда матчи названия чемпионов мира, они были событием. Особенно в нашей стране, поскольку и чемпионы мира были наши, и бились между собой нечасто здесь. И попасть на матч было почти невозможно. Я не жил в те времена, но примерно представляю, как это было. Сейчас все-таки ситуация немножко другая. Плюс к тому, опять же, с моей точки зрения, тот факт, что сегодня человек не может обыграть компьютер, некоторым образом ударил по престижу и по значимости шахматы в мире. Это плохо. Но ведь сегодня человек не может обогнать автомобиль, не может поднять больше тонны и так далее. Я всегда знал, вот еще с доисторических времен, что он бегает медленнее лошади и физически слабее слона. Поэтому для него это не было ударом по самолюбию. А вот на интеллектуальное превосходство человек, как царь природы, всегда претендовал. И то, что сегодня железная дура решает эту задачу лучше, это... Подождите, но ведь дело в том, что железная дура – это не что иное, как созданное коллективом аналитиков и программистов, а обобщенный опыт тех же самых людей. Если копать чуть глубже, а все равно обидно. Обидно. А мне кажется, просто нужно не заморачиваться на том, что ты абсолютно сильный, а играть на то, что ты против человека. Другого пути просто нет, но тем не менее, раньше, опять же, лет 50 назад, мне кажется, чемпион мира по шахматам был фигурой знаковой. Да, это я согласен с вами. Вот в абсолютной. Это был человек, дикий объект преклонения, да, с однозначным интеллектуальным преимуществом перед всеми. Сейчас все-таки, мне кажется, ситуация немножко другая, хотя понятно, что нынешние чемпионы, в первую очередь, Аннанд – это люди, заслуживающие, благочайшего респекта. Нет, это, понятное дело, это так же, как и чемпионы в что, где, когда, и вообще чемпионы в любые интеллектуальные игры. Понятно, что это непростые люди, талантливые люди, много знающие, много умеющие. Но, тем не менее, когда мы сравниваем человека и говорим, опять же, компьютер играет быстрее. Ну, а теперь представьте ситуацию. Вот вы чуть-чуть играете в шахматы, да? Сейчас я вам укажу, вот за три минуты до начала партии скажу, что слон теперь ходит по-другому, конь ходит по-другому и начинаете играть. И вы будете играть, правильно? Компьютер на этом… Где-то перегряются с фишеровскими идеями, я понимаю. Но компьютер здесь заткнется, потому что его надо сначала обучить, вести. Так соревноваться тогда надо же не на… Почему компьютер пока не обыгрывает и вряд ли когда-нибудь обыграет человека что, где, когда? Именно потому что там задача гораздо менее формализована. Там постановка меняется. Ну, это все так, но шахматы сегодня такие, какие есть. Пока о рандомизации правил речи нет. И на сегодняшний день все-таки вот ситуация именно такая. Ну, а вы как любитель, вы все-таки стоите за рандомизацию шахмат? Или считаете, что вот классика, вот тут у нас рядом стоит Эмиль Сутовский, не при нем бы мне говорить такие вот… Я представляю позицию Эмиль, и в целом я с ним солидарен. Потому что шахматы – это традиция, это культура, овеянная легендами и мифами. И в частности, вот этот миф, он основан еще и на том, что на протяжении веков они неизменны. И то, что у нас сейчас там развитие комбинарной технологии заставляет эту культуру, эту традицию ломать, это, с моей точки зрения, плохо, и я это не приветствую. Ну, и человек ведь славен тем, что он именно может приспосабливаться, а не тем, что он тверд, как камень, как гранит. Скоро я уже попал в эфир. Я прошу прощения у зрителей Евгения Потемкина, потому что мы пойдем приспосабливаться. Максим Паташов, он к эфиру, сделал то, что у нас 3 минуты эфир, а нам очень надо было говорить некое. Все, спасибо большое.